На пороге год черного водяного кролика, который обещает нам спокойствие и семейный уют. Желания, загаданные в новогоднюю ночь, наделены особой силой. Все решает состояние. Чтобы чувствовать себя на миллион, важно продумать вечер до мелочей. От места празднования до идеального наряда. Если правильно выбрать наряд и его цвет, считается, что в таком случае весь год за вами будут следовать любовь и удача. Верить в это или нет, решать вам. Но с модной точки зрения новогодний образ должен быть уместным и гармоничным, чтобы дополнить с собой общую атмосферу праздника. Трендовые цвета, такие как черный и синий. Белый также является очень таким трендовым и актуальным. Поэтому выбираем какие-то образы и одежду относительно этих цветов, придерживаемся. Также у нас сейчас идет тренд на перья, на различные пайетки. Например, топ прозрачный с пайетками. Все остальное у нас там черные штаны, черные ботинки и у нас такой классный актуальный образ, не переполненный деталью. Создать модный образ на Новый год можно не только с платьем, но также и с брючным костюмом, который в этом году будет особенно актуален и обворожителен. Для новогоднего лука шикарным вариантом станет черный или белый костюм, дополненный элегантной сумочкой и ручной работы. Белый цвет также является актуальным цветом 2023 года. Поэтому сегодня мы покажем на примере вот такого вот костюма, как он будет смотреться на нашей модели и вообще, как можно встретить Новый год в 2023. Вот у нас будет такой свободный костюм белый. Дополнять мы его будем вот такой вот классной сумочкой из жемчужины, из бисера, свободного кроя пиджак. И у нас будут брюки. Также будем дополнять казаками, ботинками тоже белыми. В праздничную ночь можно позволить себе любой оригинальный образ, который кто-то вряд ли рискнет создать в повседневной жизни. Первым делом, чтобы макияж ложился равномерно и красиво, профессионалы советуют сделать предновогоднюю рутину ухода за кожей максимально стандартной. Очищение, увлажнение, питание не должно уступать ежедневному. Чтобы сиять в новогоднюю ночь, этот уход, включая маски и патчи, должен быть регулярным. Сейчас время корпоратива, фотосессии. Если вы собираетесь даже на Новый год, обязательно сделать какую-то маску, даже тканевую нанести, чтобы кожа пропиталась и макияж будет выгоднее и красивее смотреться. О главных трендах макияжа для встречи Нового года мы узнали у профессионального визажиста. Основные тенденции новогоднего макияжа в этом сезоне – это коричневый тона, бронзовый смойки, песочный, что-то персиковое. Но залог красивого макияжа всегда остается на первом месте – это кожа. Тональную основу можно наносить дома, если можно, руками, не обязательно кисточкой или спонжиком, тогда будет красивый тон. Когда мы наносим макияж, особенно тон, мы не должны забывать про височную зону и про зону, где у нас кожа, где у нас шея и подбородок. Потому что обычно нанесут, и тут получается маска. Все равно нужно, чтобы все было равномерно и красиво. Мы сегодня делаем смойки, бронзовый смойки, как и всего в тренде. Его можно легко сделать дома тоже. Много усилий не приедут. Можно даже 2-3 тона коричневого пальчиком наносить на подвижное веко. Растушевываем тушь и все будет. Яркая помада тоже в этом сезоне в тренде. Можно даже оставить кожу, просто красивую кожу, глаза тушью и какую-нибудь яркую помаду. Некоторые люди говорят, мне не подходит яркая помада, красная помада. Просто красная помада, она требует внимания. Если ты нанесла красную помаду, ты будь готова, что на тебя будут смотреть. Яркий макияж тоже самое. Его нужно преподнести, чтобы был не отдельно ты, а отдельно макияж, а бы вы были вместе. Макияж подбирается под образ, под костюм, под прическу. Действительно, какой же праздник без прически. В новогоднем образе с волосами нужно подчеркнуть мягкость и женственность. В идеале любую такую прическу к празднованию нового 2023 года можно сделать своими руками. Как советует стилист по прическам Вадим Месиевич, если у вас длинные волосы, то с распущенными будет сложно сделать что-то этакое. Сделайте прическу из одного или двух хвостиков или же пучок. Если короткий или средний волос, идеальным вариантом будут завитые локоны. А вот размер локонов выбирайте таким, как вам удобно. Лучше всего, я советую, если в домашних условиях, это можно сделать легкую накрутку. Накрутка может осуществляться как при помощи плойки, так же и при помощи мчужка. Чтобы укладка выглядела более легкой, рекомендую делать и расчесывать волосы, и укладка будет казаться более легкой. Также необходимо учитывать, что если производится фиксирование локонов, то главное не переборщить с лаком. Также из этих локонов, вот к примеру, которые сегодня мы сделали, можно собрать элегантный хвост и резиночку спрятать волосами. Сейчас это в тренде. Советы от профессионалов бьюти-сферы получены. Остаются последние штрихи для полной готовности к новому 2023 году. Впереди тебя ждет самый яркий и фееричный праздник, на котором главным подарком будешь ты. А потому оставь все сомнения и невзгоды в прошлом году и уверенной походкой иди в 2023.